Всем привет! В очередной раз познакомлю вас с товарами из Китая. Это новое видео на канале Gadgetmania. Я начинаю. Поехали! Наконец-то доехало то, что я нуждал. Это наушники OneMore. Помните, с предыдущими наушниками от компании BlitzFulls был небольшой казус во время распаковки? Потому что я думал, что это это наушники, эти наушники, а пришли совсем-совсем не эти. Идет достаточно долго. Ссылка в описании. Магазин официальный OneMore. Они делают наушники. Кто-то говорит, что это Xiaomi Piston. Кто-то говорит, что это отдельное подразделение китайское, которое занимается непосредственно изготовлением такого рода аксессуаров для ваших мобильных и не только телефонов. В общем, OneMore. Прямо все здесь по-фирменному. Есть технические характеристики. Piston Classic. Модель ES1003A. Далее, на английском и на китайском языках краткие характеристики. OneMore Design. В принципе, такая крафтовая бумага. Прикольно. Если в подарок или себе любимому, очень будет все это дело симпатично выглядеть. Распаковываем и смотрим. У меня были Piston. Это, по-моему, вторые, если не ошибаюсь, Piston. Как хотите, так и называйте. Они изначально пахли таким шоколадом при распаковке. То есть, на заре начала моего канала я распаковывал такие наушники. Есть инструкция, кстати, да, она на английском языке. Сейчас посмотрим, пахнут ли эти. По качеству звучания я, безусловно, даже до начала, скажем так, использования этих наушников, я могу вам заявить ответственно. Компания OneMore и вообще наушники, если такие наушники, именно оригинальные наушники, Piston Classic, они звучат очень-очень хорошо. Прямо новая коробочка и тоже немножко заговняно. Ну и на подарок тоже пойдет. Везде присутствие лейбов, везде есть серийные, чуть ли не номера, чтобы вы могли все это дело, скорее всего, проверить. Если вообще они где-то проверяются на оригинальной полу. Вы понимаете, что это затычки. По техническим характеристикам, если интересно, пожалуйста, ставьте на паузу, смотрите. Я их озвучивать вслух не буду. Ну и просто сейчас попытаюсь это дело открыть. Здесь вот такая вот лейбочка в виде стикера, она должна открываться. Опа, открылась. Наклеиваем сюда, я никогда не выкидываю такие штуки. Ну и первое. Нет, они не пахнут так, как пахли Xiaomi Piston, такими, знаете, ванильными, шоколадными, каким-то муссом, проливные или что-то с этим связанное. Сразу вываливаются дополнительные аксессуары по комплектации. Давайте посмотрим. У нас есть SML амбушюры, для того, чтобы мы могли подобрать именно под ваше ухо. А вот эта вот резиновая прокладочка, она такая же, как на Xiaomi оригинальных наушниках, купленных несколько лет назад. Я бы так ими и пользовался, если бы одно но, а не просто со временем, ну, одно из ух, одно из ушей сломалось, в общем-то. Давайте посмотрим, как это все дело достается. Позолочено у нас. Есть технические характеристики, можете пройти по ссылке в описании, тем самым вы, во-первых, узнаете технические характеристики, стоимость, наличие. Ну и, во-вторых, вы просто поможете мне путем того, что рекламодатель будет видеть, что вы такие активные, если на самом деле вы активные. Показывается, что здесь, точнее, рассказывается на Алиэкспрессе о том, что здесь якобы кевларовый, я не знаю, может быть, это трудности перевода, но якобы кевларовый шнур, достаточно длинный. То есть я четко могу сказать, что здесь вот она тканевая такая, знаете, оплетка, не какой-то, скорее всего, не кевлар. Просто так китайцы у нас через Google Translate перевели. По самим наушникам. Во-первых, они, конечно же, металлические. Имеют классическое основание. Дальше у нас идет резиновый проводок до момента соединения с основным шнуром. Здесь у нас есть микрофон. Переключение плюс-минус либо треков, если вы слушаете музыку, либо увеличение громкости, если вы с кем-то разговариваете. Потому что данную гарнитуру, она используется, эти наушники можно использовать как гарнитуру. Ну и, собственно, кнопка Play Power, либо ответ на звонок, либо начало звонка. Далее, по самим наушникам. Они почему-то предательско-легкие. Я не понимаю, по какой схеме происходит именно качество звучания. Мне кажется, что в наушниках должно быть действительно что-то такое уникальное. Внутри по дизайну сняли одну амбушюру и смотрим. Они классические, стильные такие. Хотел сказать позолоченные, но посеребренные, как будто бы это серебро. Ну и что говорить о наушниках? Это всегда такая штука, которая сугубо субъективна и надо начинать слушать. Ну что сказать. По моему субъективному мнению, качество звучания здесь превосходное. Это, наверное, 4-4 с плюсом. Конечно же, это не студийные наушники, а вакуумные. Я забыл сказать, что есть вот такая вот штучка в комплекте. Я могу назвать это манжетом, для того, чтобы вам закрепить где-то это надежде. Может быть, на воротнике. Для того, чтобы у вас все это дело не запутывалось. Либо скрепить непосредственно сами наушники. Пусть додумывайтесь сами. Она в комплекте есть и ладно. По качеству звучания, мое субъективное мнение, они хороши. Конечно, это не дотягивает до премиального хай-фай звука. Но, опять же, что вы хотите от наушников за 1200-1000 рублей плюс-минус? Вы получаете ровно столько, даже больше, чем вы заплатили. Если вы выбираете покупать наушники где-нибудь в переходе за 500-700 рублей, и менять их каждые, допустим, две недели, потому что они рвутся и звучат они просто как помойка, лучше немножко доплатить и взять, например, вот такую вот модельку. Это самый начинающий, наверное, класс. Piston Classic. Я думаю, что все, наверное, понимают, что это начального уровня наушники. Но при этом это хорошее качество. Это хорошее китайское качество. Как бы ни странно не прозвучала эта фраза. Они хорошие, они оригинальные, производители проверенные. 100% придет. Ну, а дальше уже, как говорится, решайте сами. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы супергерой. Поздравляю вас с наступившими или с наступающими майскими праздниками. Череда таких вот интересных или очень видео сейчас будет продолжаться. Постараюсь выкладывать в каждый день. Ну, а совсем скоро вас ждет интересные, увлекательные обзоры гаджетов, в том числе и смартфонов. Чтобы не пропустить, нажимай колокольчик, пиши комментарии. Ну, и, конечно же, подписывайся на чат в Telegram. Он доступен по ссылке в описании и работает без каких-либо проблем. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok